Жители этой страны не выглядят суперменами, но именно они, защищая свою родину, смогли победить две супердержавы – империю Чингисхана и Соединенные Штаты Америки. В настоящее время свободолюбивый Вьетнам переживает нашествие еще одной армии, самой желанной для каждой страны – армии туристов. Казахстанцы, которым наскучили Турция и Таиланд, едут во Вьетнам за новыми ощущениями. Виза оформляется по прилету. К выгодным отличиям Вьетнама относится то, что страна вытянута с севера на юг. Это делает ее подходящей для отдыха в любое время года. Важной особенностью является дружеское отношение людей. Многие из них помнят помощь Советского Союза в становлении страны. Социалистический уклад жизни также имеет свои преимущества. В стране нет бездельников и попрошаек, ведь большая часть граждан озабочена выполнением пятилетнего плана. Многие казахстанцы отправляются в курортный район Муйне, расположенный к северу от Хошемина. Песчаный пляж напоминает гнездовье огромных птиц. Муйне, где преобладает ветреная погода с волнами, является одним из мировых центров кайтинга. Так называют скольжение по волнам на серфе с помощью воздушного змея. Одной из самых увлекательных является поездка в горный город Далат. Наряду со статуей сидячего Будды, важнейшим пунктом на этом маршруте является гостевой дом Хан Нга. Это сказочное здание в духе Гауди, известное также как Crazy House, имитирует огромное полое дерево. Отдыхая на юге Вьетнама, обязательно следует посетить бывшую столицу страны Хо Ши Мин, шумный мегаполис, где проживает 9 миллионов человек. В центре этого города можно ощутить французский шарм во многом благодаря почтампу Эйфеля и храму Нотр-Дам де Сайгон. В музее жертв вьетнамской войны демонстрируются образцы американской техники и фотографии, рассказывающие об ужасах этой бойни. Примером удивительной стойкости вьетнамских солдат является комплекс Ку-Чи. Каждый в меру упитанный турист может спуститься в партизанские катакомбы и ощутить себя бойцом армии Хо Ши Мина. Обязательной частью туристических маршрутов в этом районе является поездка на лодке в дельту Меконга. Там можно увидеть, как живут обычные крестьяне и попробовать знаменитые кокосовые конфеты. Картина Вьетнама будет неполной, если вы не увидите бухту Холонг. Причудливые острова с многочисленными пещерами не случайно входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В сфере туризма мы могли бы многому поучиться у вьетнамцев. Эта страна с потрясающей историей, живописной природой оставляет незабываемое впечатление. Важно и то, что слово «советский» здесь по-прежнему вызывает уважение, а понятие «дружба народов» не утонуло в шелести зеленых банкнот. Смотрите серию репортажей из Вьетнама в передаче «Авантуризм». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова